Здравствуйте, в эфире область спорта, вас приветствует Алексей Шевченко. Одна из самых известных амурских зюдоисток Екатерина Гладкая стала победителем всероссийского турнира памяти Александра Бабенина. Традиционные соревнования в Новокузнецке собрали более 100 спортсменов из 22 регионов страны. В составе амурской сборной выступала и Екатерина Гладкая из Благовещенска. В своей весовой категории спортсменка стала лучшей, выиграв по итогам нескольких схваток золотую медаль. Для самой Екатерины этот турнир стал своеобразной проверкой готовности к майскому чемпионату ДФО. А во Владивостоке завершились соревнования дальневосточных самбистов. Турнир проходил в рамках пятой летней спартакиады молодежи России. В поединках участвовали самбисты шести дальневосточных регионов. На кону были путевки в финал всероссийской спартакиады молодежи. Амурские спортсмены завоевали восемь медалей, в том числе четыре золотых. Теперь все призеры готовятся к поездке в Казань, где в июне пройдет заключительный этап молодежной спартакиады страны. В Благовещенске завершились чемпионаты первенства Амурской области по кикбоксингу в дисциплине «Фуллконтакт». Общекомандную победу завоевали бойцы сборной областного центра и Благовещенского района. В двухдневных соревнованиях участвовали свыше ста спортсменов из шести муниципалитетов области – Благовещенска, Райчихенска, Зеи, Благовещенского, Зейского и Тындинского районов. По итогам боев первое общекомандное место взяли представители объединенной команды Благовещенска и Усть-Ивановки. На их счету 31 золотая, 25 серебряных и 7 бронзовых медалей турнира. Благовещенские каратисты завоевали первое общекомандное место в чемпионате и первенстве Амурской области по шинке, укушинка и карате. В активе спортсменов из столицы региона 23 медали разного достоинства. В соревнованиях приняли участие более 300 каратистов из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Соловьевска, Ивановки, Черемхова и Хабаровска. Боявились в разных возрастных и весовых категориях. Лучшие результаты у Благовещенцев – 11 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. Представительный баскетбольный турнир прошел в Свободном. В рамках дальневосточных соревнований памяти Андрея Киевского на площадке сошлись 10 команд юношей и 7 команд девушек. В турнире 14 и 15-летних баскетболистов участвовали представители Хабаровского и Забайкальского краев, Якутии, Еврейской автономной и Амурской областей. В соревнованиях у юношей лучшими оказались хабаровчане, команда Шимановская финишировала второй. Среди девушек сильнейшими стали спортсменки из поселка Вяземский Хабаровского края. А из Амурчана кудачливее всех выступили белогорские баскетболистки, взявшие бронзовые медали. Несмотря на возраст, в Белогорске завершился третий финальный этап мини-футбольного чемпионата области среди ветеранов. Борьба за звание чемпиона области по мини-футболу среди ветеранов проходила в три этапа. Сначала участников принимал Райчихенск, затем Благовещенск и теперь Белогорск. В турнире принимали участие 9 коллективов из разных городов и районов области. Победителем соревнований стала команда «Ветеран-2004» из Благовещенска, которая одержала 14 побед при двух поражениях. При этом Благовещенцы стали и самой результативной командой соревнований, забив ворота соперников 91 гол. И на этом все. Смотрите программу в социальных сетях на нашем официальном сайте в эфире Амурского областного и общественного телевидения России. Будьте в спорте и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok